Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. Ну что, пройдемся по последним новостям игры. На следующей неделе у нас стартует новое железное знамя в этом сезоне, то есть 14 апреля в 20.00 по Москве, а завершится в 20.00 по Москве 21 апреля. У вас будет возможность добить себе лук, если вы вдруг его не добили, помимо этого получить сверхмощное снаряжение, то есть прокачаться с 1000 по 1010 уровень силы. Напоминаю, что из инграм железного знамени вы можете себе по статам выбить достаточно качественный шмот. Также скоро у нас выходит побоище Грандмастер, и там есть небольшие нюансы для тех, кто сейчас качает себе уровень силы. Выше 1025 уровня силы смысла не откачать себе силу. Почему? Потому что есть порог. Это по примеру, когда у нас выходит, помните, рейд в первую неделю, и там есть порог. Выше этого порога бесполезно, вам не дается никакого бонуса. То есть мобы у вас будут все равно крайне жесткие, сколько бы вы себе силы не качали. Поэтому придется отрабатывать именно тактики, а не повышать себе силу. Также есть пара нюансов. Первый нюанс. Вы начинаете с небольшим количеством воскрешения на вашу команду, то есть много умирать не получится. Но с каждым убийством воителя это значение будет расти. А если вы умрете всей группой, вы вылетите на орбиту, и ваша миссия закончена. Так какую же вы награду получите за это все жопогорение? Все очень просто. Вы получите себе триумф, печать и возможность получить экзотику. Ну а также есть шанс выбить себе высший осколок. Правда, суть заключается в том, что награда разве оправдывает все затруднения, которые нас ждут? Не проще получить высший осколок и экзотику за предыдущий уровень силы. Они и там вроде неплохо падают. То есть я имею ввиду уровень мастера, да? А читеры и так пройдут и на гранд мастере, и на гранд 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 мастере. Я хоть и проходил все активности на самом сложном, но честно говоря, я не понимаю смысла проходить эту активность ради чего? Награда не оправдывает ожидания. Вот если бы там выпадали, допустим, шмотки высокие по статам, там 90+, да? И, соответственно, в абсолют версии они были бы 100+, и плюс еще модификатор 10. Вот тогда хоть какой-то есть стимул. Помимо этого, они продолжают изучать ошибки типа Биавир, да, которые вылетают в стиме, это имеется в виду на ПК, но последнее обновление, кстати, вдвое снизило количество вылетов из-за этой ошибки. Также они озвучили пару ошибок, которые достаточно часто возникают. Иногда игроки, полностью улучшив один из бункеров Серафимов, не получают доступа к триумфу безопасность ИИ. Эта проблема должна быть исправлена с выходом следующего обновления. Игроки не получают платиновых наград, если в налете надзиратель пустоты одного из неудержимых воителей убивает поезд. Некоторые могут спросить, а что такое платиновая награда? Все очень просто. Когда вы побоище убиваете всех воителей, соответственно, вы получаете максимальный шанс получить себе, там, экзотику, да, или высший осколок, если мы говорим о мастере. Также бонус динамический заряд не активируется на винтовке разведчика Симметрия. Напомню, это экзотическая винтовка предыдущего сезона. Если выстрел проходит сквозь баррикаду, напомню, та, которая ставится благодаря новой экзотике на Титана. Ну, собственно, это все актуальные новости. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok